Вы смотрите актуальное интервью в студии Пётр Васильев. Здравствуйте. 27 сентября – День государственности республики. В этот день в 1990 году Верховный Совет Якутской АССР принял декларацию о государственном суверенитете в составе Российской Федерации. Это стало поворотным моментом в истории нашего региона. В этот торжественный день мы поговорим о социально-экономическом развитии Якутии на современном этапе. Гостя в студии Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства республики Саха-Якутия. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немножко вернемся в историю. Что сегодня стало результатом этого поворотного момента 27 сентября 1990 года? Прежде всего, разрешите мне поздравить жителей республики Саха-Якутия с 27 сентября как днем принятия декларации о государственном суверенитете нашей республики. Действительно, декларация о государственном суверенитете была принята 27 сентября 1990 года легендарным Верховным Советом 12-го созыва. Под руководством Михаила Ефимовича Николаева и при его соратниках Климента Иванова, Василия Власова и Дмитрия Николаевича Миронова было действительно принято судьбоносное решение, которое принималось непросто. Оно принималось в пылу страстей политических, в пылу страстей, которые происходили на улице. Он не был спокойным в сентябре 1990 года у нас в Якутии. Были разные мнения, позиции, но, тем не менее, руководству Верховного Совета того периода удалось убедить и прийти практически к консолидированному решению о принятии декларации о государственном суверенитете. За весь этот период, более 30 лет, было разное отношение к этой декларации. Высказывались многие позиции о некой ее серьезности с точки зрения самостоятельности Якутии. Много высказывалось споров о дальнейшем правовом статусе Якутии как таковом, но ее основное значение было и остается, и особенно ценно сейчас, это был тот документ, который в последующем скрепил действующую Российскую Федерацию как государство на политической арене. Ведь этот период, период 90-х годов, это период, по сути дела, распада и развала страны. Его по-разному называют. Но именно тогда автономные республики, которые входили в состав РСФСР, высказав свою позицию и самостоятельность, дали возможность сегодня России быть сильной. Той России настоящей, которой она есть. И сейчас, особенно тогда, когда происходят такие события у нас на Украине, есть ряд позиций, которые связаны с Азербайджаном и Арменией, теми союзными республиками, которые ранее входили в Советский Союз. Вот эта декларация, она приобретает еще свое, вы знаете, более сильное значение, и с высоты уже исторических лет на нее нужно смотреть, как на документ, который реально сплотил страну. Поэтому у нее прежде всего значение, это значение, дающее России быть сильной. Это правда. И эту позицию высказало, прежде всего, не только руководство, но она была, соответственно, сверена с населением, такая позиция республики. Что для нас эта декларация? Это для нас, прежде всего, новые этапы смены статуса от автономии к субъекту Российской Федерации, который получил потом закрепление в Конституции России. И, соответственно, это новые этапы и направления развития республики. Как бы вот такой политический скреп, который явился основой. Ну, безусловно, документ более чем важный и своевременный. Ольга Валерьевна, вы в качестве вице-премьера курируете множество направлений социально-экономической политики региона. Вот одно из них — это здравоохранение. Какие сегодня вызовы и задачи стоят перед этой отраслью? Ну, основным вызовом, который сегодня стоит непосредственно перед системой здравоохранения, это, прежде всего, основная задача, определенная и указом президента страны, связанная с увеличением продолжительности жизни. И за последние годы мы достаточно успешно с ней справляемся, с этой задачей, прежде всего, за счет уменьшения количества смертности на территории нашей республики. Необходимо обратить внимание, что мы успешно справились с этой задачей и в сложный пандемийный период, и сейчас дальше продолжаем ее усовершенствовать. Благодаря чему это возможно? Во-первых, выверенная политика руководства республики в лице главы республики Саха Кутястина Сергеевича Николаева, потому что указ о десятилетии здравоохранения, о десятилетии такого вот, знаете, даже сложно сказать, что одного здравоохранения, а стратегический указ о развитии и вообще о здоровье каждого гражданина, он коснулся практически каждого и касается сегодня, он является одним из базовых и стратегических. Он заложил основы, и они реализуются по развитию первичного звена. Мы сегодня строим новые врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, вводим их иногда даже уже не считая от 13 до 15, но знаем в год, но знаем, что у нас впереди еще необходимо их строить. Мы пополняем квалифицированные кадры, открываем высокотехнологичную медицинскую помощь на территории республики, заботимся, стараемся перестроить свою работу таким образом, чтобы заботиться о гражданине республики независимо. вот того, где он проживает, да, потому что медицинская помощь должна быть доступна. И сегодня действительно, вот особенно если оценивать 5 лет, за 5 лет проведена огромная работа по увеличению финансирования медицины республики за счет соответствующих, значит, дополнительных денег из Фонда медицинского страхования Российской Федерации. Это позволило нам развивать арктическую медицину. За прошлый год мы зашли практически в каждое арктическое село. Сейчас у нас перед нашими мобильными бригадами стоит задача дойти до каждого труднодоступного населенного пункта. Мы дальше будем продолжать работу с Федеральным центром по отстаиванию интересов жителей труднодоступных на качественную медицинскую помощь посредством именно увеличения и изменения стандартов их оказания, так как они живут в других условиях. И очень важно, что за этот период мы смогли изменить отношение людей к своему здоровью. И поэтому профилактические мероприятия, диспансеризация уже стали более популярными направлениями. Вы затронули тему коронавирусной инфекции. Вот сейчас снова эта проблема актуальна в том или ином виде. Ждать ли нам повторных карантинных мер? Вообще какие прогнозы дают специалисты? Специалисты прежде всего сегодня у нас продолжают работать с точки зрения определения, какие возможны у нас риски, что за штамп появился. Штамп действительно появился. Но благодаря уже принятым мерам и умению работать в этих условиях для того, чтобы быстро реагировать на новую коронавирусную инфекцию. Почему мы принимали карантинные меры? Потому что отчасти система здравоохранения перестраивалась для того, чтобы это сделать. Перестраивались и вокруг. Сейчас уже и система здравоохранения знает, как это делать, знает посредством чего это делать. Мы, к сожалению, так и как и ранее во все периоды ковида остаемся лидерами тогда, когда поднимается ковид в Москве, поднимается он и у нас, потому что мы очень мобильны, быстро передвигаемся, особенно в период летне-осенних мероприятий. Сейчас даны установки служба Роспотребнадзора эпидемиологами по нашим медицинским учреждениям по подготовке к встрече возможной новой волны. Ну и самое главное, своевременная вакцинация, я думаю, здесь. Ну да, мы говорим о том, что все-таки посмотрим, каким образом, уже скажут специалисты, как будет влиять сложившийся коллективный иммунитет. Если вот еще раз обратить внимание, что нужно уже сегодня, и мы об этом говорили сразу тоже и делали это сразу, говорить все-таки о постковидных историях, которые возникают у наших граждан. Постковидные обострения, постковидные последствия, они... Ковид не прошел бесследно просто так, да. Мы прекрасно понимаем, что сегодня мы, значит, наши медицинские учреждения уже лечат очень много заболеваний, которые связаны и были причиной ковида. Ульга Валерьевна, в контексте сегодняшней знаменательной даты я предлагаю поговорить о понятии патриотизма. Сегодня оно приобрело особенное значение, думаю, и для каждого жителя, как республики, так и страны в целом. Вот как сегодня не потерять себя и выстоять вот в этом суровом информационном поле? Верить только правде и любить себя. Да, любить себя в этой стране, любить свою страну. Нужно гордиться и не бояться говорить о том, что ты, например, житель Российской Федерации, ты гражданин России. Да, просто очень четко понимать, что без этой страны ты никто, ты без нее не выживешь. И вот это вот сегодня патриотизм, это прежде всего любовь к стране. Потому что само по себе понятие сейчас очень действительно остро ощущается. Тогда, когда мы понимаем, что многие жители нашей страны сегодня находятся не в самых лучших условиях, не в таких условиях, в которых находимся мы с точки зрения того, что белгородские школьники, например, курские школьники, курские студенты уже почти второй год находятся непосредственно в состоянии тогда, когда они находятся на дистанционном обучении. Я уже не говорю о жителях новых регионов нашей страны, к чему они сегодня подвергаются. Конечно же, мы должны быть солидарны вместе с ними, со всеми. Ведь, в принципе, сегодня ситуация такова, что мы знаем, что мы сильны, и для нас другой страны нет. Родина, она одна. Ну и сильны мы, когда мы самое главное все вместе. Конечно. В одном большом государстве. Вы, как вице-премьер, курируете еще молодежную сферу. Я считаю, что в контексте патриотизма очень важно говорить об этом, на эту тему с молодежью. Вот какие сегодня наиболее важные направления в работе с молодежью? Основными молодежными направлениями, безусловно, является, конечно же, воспитание патриотизма с маленьких лет, даже не с молодежи. И нужно сказать, что, наверное, я немного скажу сегодня немного неправильную вещь относительно вопроса, который ты сейчас задал. Для уже детского поколения, для наших внуков, для маленьких детей, да, уже как-то даже не вызывает вопросов непосредственно то, что они жители России, они в ней живут. И с маленьких лет в детских садах это прививается достаточно хорошо. Все-таки поколением, которое является таким, знаете, сомневающимся, и которые должны больше вспомнить о том, что они патриоты, является поколением, которое старше 45 до 55-60 лет. Почему-то у них возникают какие-то такие вот непатриотические иногда настроения, высказывания, да. И поэтому, может быть, немного тогда потеряли, да, вот в воспитательном процессе какие-то моменты. А молодежь у нас сегодня очень патриотична, поверьте. А если брать, допустим, поколение 30-летних, 30-35? Вы знаете, поколение, которое выросло вот в условиях уже меняющейся страны и новых условиях, оно все равно оценит свою страну. Ну, безусловно, в контексте патриотизма, я не могу не спросить про специальную военную операцию, какие меры поддержки сегодня участников семьи с детьми оказываются вот тем, кто защищает нашу страну. Главой республики Сахая-Кутя с момента объявления специальной военной операции сразу были, значит, приняты ряд мер, которые направлены на поддержку, прежде всего, семей. Глава поставил задачу перед органами власти обеспечить надежный тыл. Безусловно, ряд позиций нами был исполнен практически в течение трех месяцев, несмотря на достаточно сложную ситуацию. Это, прежде всего, обеспечение выплаты в проактивном режиме, а также, значит, для членов семей, для того, чтобы семьи не почувствовали уход из-за семей кормильцев на определенный период, безусловно, до тех пор, пока не пройдут все эти оформительные истории. Вторая история, это, безусловно, связанная с особым статусом уже их ребятишек и снятие с семей нагрузок, которые они несут в школе по питанию, они несут, например, по платному образованию своих детей. То есть государство очень четко, благодаря мерам социальных, это не меры даже социальной поддержки, это меры такого вот компенсаторного, компенсаторского компенсации тех потерь, которые были из-за того, что в семье было двое. А сейчас, соответственно, эта история так вот складывается. Пока оказываем мы помощь и до сих пор оказываем помощь, в том числе через заместитель глав по социальным вопросам в районах и городах республики, практически каждой семье. Если оказываются ситуации такие, что кто-то к нам не обратился, то, соответственно, разбираем эту ситуацию, выявляем недостатки, почему это могло произойти. Люди иногда бывают скромные, не обращаются, пока беда так сильно не наступает к ним. Иногда даже скромничают, иногда скрывают какие-то вещи. Практически это мы должны, безусловно, преодолеть и оказывать эту поддержку. И момент, на который бы я хотела обратить внимание, это же, конечно, та работа, которую проводит сегодня Фонд защитники Отечества. Они работают уже с самими демобилизованными военнослужащими. А это сложный блок, который на себя сегодня несет прежде всего здравоохранение, потому что речь идет о реабилитации военнослужащих, несет Министерство молодежи, которому принадлежит психологический центр, потому что это психологическая адаптация. Выплаты выплатами, они быстро пройдут. А вот уже дальнейшая адаптация, это уже прям комплексная хорошая работа. Ну и, конечно же, и семьи. Мы готовы и помогаем сегодня в силу тех ресурсов и возможностей, которые есть, и работаем с каждой семьей. И с семьями наших ушедших добровольцев, и с семьями мобилизованных, и с семьями погибших, и с семьями тех, кто находится сегодня в безвестном отсутствии, как бы с семьями пропавших. И, поймите, для власти это серьезный вызов и нелегкая работа. Ольга Валерьевна, в заключении, как вы оцениваете День государственности для жителей нашей республики сегодня? Нужно для себя очень четко понять, это наш праздник, родной праздник. Он говорит о том, что мы настоящие патриоты. Это главное. Ольга Валерьевна, могу присоединиться только к праздничным словам. Еще раз поздравляю вас с Днем государственности. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.